Друзья, у нас на канале появилось два плейлиста, в котором собраны вертикальные беспроводные пылесосы и роботы-пылесосы. Если интересуетесь данной тематикой, рекомендую зайти и ознакомиться. Все полезные ссылки в описании. Сегодня мы с вами посмотрим на еще один робот-пылесос от компании Midea. Эту фирму, я думаю, вы слышали по производству климатической техники. У данного пылесоса есть лазерная навигация, построение карт, сопряжение со смартфоном, влажная уборка и ряд других функций, о которых вы должны знать перед покупкой. Всем привет, друзья! Обзоры Белозеров. Поехали! Если вы хотите приобрести данный пылесос после обзора с хорошей скидкой, загляните к нам в инстаграм-магазин Беллстор ЮА. Там много различных товаров с хорошей скидкой и ссылочка также находится в описании. Комплект, друзья, здесь самый обычный. Набор документации, кабель питания, адаптер уже встроен в базу, тоже удобно. Она тяжелее и более устойчивая. Две боковые щетки, насадка для влажной уборки с тряпкой, запасной даже нет. Есть хороший HEPA-фильтр в запасе и на этом спасибо. Собственно и все. Сам робот-пылесос предлагается в двух версиях. Белый мат и черный властелин. Поверхности, как всегда, красивые, но пылелюбивые. Здесь все практически так же, как на Xiaomi Roborock S6 Max. Пылесборник находится сверху под крышкой. Он здесь больше, чем у Xiaomi. И удаление мусора происходит немножко проще. Нужно нажать красную подпружиненную кнопку для сброса грязи. HEPA извлекается из паза. Можно отряхнуть, можно помыть под проточной водой и дать высохнуть. На корпусе всего две кнопки. Сверху лидар, лазерная навигация. И откровенно говоря, друзья, в очередной раз вам напомню, что покупать пылесос без лазерной навигации в 2021 году, это уж если слишком ограничен бюджет, или у вас всего одна или две комнаты, в которых нет ничего лишнего и нет необходимости в точном построении карты. Под крышкой робота находится кнопка и индикатор Wi-Fi соединения. С нижней части композитная щетка центральная. Две боковые. И вот что выделяет этот робот от других колеса. Они здесь просто огромные. Наверное, самые большие, что я видел по высоте. По заявлению производителя, робот может преодолевать препятствия до двух сантиметров. Ну что ж, проверим. Как видите, вообще без проблем, как будто препятствия и не было. Так что если в доме пороги, этот робот для вас. Чуть позже посмотрим, сможет ли он заехать на нашу импровизированную рампу. Какие у него мощности. У Midea M7 бесщеточный мотор, мощность всасывания 4000 паскалей. На одном заряде до 160 минут работы и обещают 250 квадратов уборки. По факту, ребят, полноценно на максимальной мощности. Можно убрать, ну, 100, максимум 120 квадратов. Но это тоже очень круто. Робот подключается к смартфону. Приложение MS Smart Life. Что оно умеет, я вам покажу немножко позже. Итак, запускаем первый раз уборку. И посмотрим, за сколько справится Midea с нашей комнатой. Начинаем уборку. Поехал изначально уверенно. Первым делом обозначил периметр. Деликатно проехал у штор и уже соорудил себе карту. При обнаружении ножек стола тоже тихонько к ним приехал. По кругу все высчитал, вычистил и дальше заниматься делом. Уборка 13 квадратных метров заняла 11 минут. Хороший показатель. Я бы сказал, даже отличный. Некоторые роботы у нас вступили по 15 минут. Ссылка, кстати, на все обзоры роботов-пылесосов и вертикальных есть в описании. Зайдите, посмотрите. Там много всего интересного. Запустил я второй раз. Сюрпризов тоже не было. Справился так же. Еще из необычного, что робот, если проезжает по той же самой траектории, где он уже вычистил что-то, полную мощность отключает. Переходит на минималку. Собственно, есть режим определения ковра. Когда он на него заезжает, мощность увеличивается до максимальной. Приложение, друзья, достаточно простое, информативное и понятное. Вверху здесь блок с тем, что сейчас происходит или происходила. Зарядка завершена. 13 метров квадратных область уборки. 11 минут потратил. Здесь есть еще иконка аккумулятора. Ниже масштабируемая карта, на которой, собственно, отображается наш пылесос. И вы в реальном времени можете отслеживать, как он убирает, где находится. Соответственно, есть редактор карт. Вот эта вот иконка круглая. Если мы сюда нажимаем, здесь есть раздел виртуальная запретная зона. Выбрав ее, здесь можно добавить виртуальную стену. Например, вот такую полосочку. И добавить ее вот сюда, чтобы пылесос не заезжал, например, в этот угол. Есть добавить запретную зону непосредственно со всех четырех сторон, чтобы пылесос, например, объезжал вот этот стол. Либо же вот сюда в угол не заезжал, если у вас там установлены какие-то вещи, либо же ковер. И есть отдельно запретная зона для того, чтобы пылесос не делал там влажную уборку. Например, опять же, если у вас здесь есть ковер или слабое напольное покрытие, которое лучше уже не смачивать водой. Собственно, все это можно сделать. И есть также здесь редактор менеджер карт, в котором сохраняются несколько карт. То есть, если у вас два этажа, пылесос может запомнить первый этаж и второй этаж, соответственно, делать уборки гораздо эффективнее. И есть править раздел, в котором мы можем разделить комнату, либо же объединить. Например, если робот-пылесос построил что-то неправильно, вы можете всегда отредактировать эту карту. Или даже одну комнату разделить просто на две. И тогда выбирать уже локации, где нужно будет убираться роботу-пылесосу. Это вот внизу отвечают иконки целевая уборка, уборка зон, либо же очистка. С правой стороны в кружочке выбирается мощность всасывания и интенсивность влажной уборки. Есть вот несколько режимов. И, соответственно, скорость потока воды также есть несколько. Ну и уборка одним касанием запускает уборку всей комнаты, либо же конкретных зон, которые вы установите. Ну и подзарядка это возврат на базу. В троеточие, если мы заходим сюда здесь под меню, здесь сохранить карту, рекомендую это включить. Повышение мощности на коврах. Я про этой функции вам рассказывал. Предусмотрено ручное управление, в котором вы можете пылесосом управлять как пультом. Плановая уборка это настройка расписания. Настройки голоса есть русский язык, есть много различных других голосовых пакетов. Режим не беспокоит, запись об уборке. Состояние расходных материалов показывает состояние хэпофильтра, боковых щеток и вращающейся щетки. Состояние расходных материалов мы поняли. Информация об устройстве. Обновить прошивку, руководство пользователя, справка, обратная связь и вернуться к заводским настройкам. Все доступно, все понятно. Приложение я бы поставил 4. 4 с плюсом, возможно. Немножко, ну как-то туговато все-таки работает. Возможно в будущем допилят, но уже я получил еще одно обновление. То есть производители занимаются этим приложением. Я думаю, что все будет работать в будущем неплохо. Поставил я нашу рампу. Если помните, в прошлых видео большинство пылесосов справлялось. Мощности хватало за глаза, чтобы забраться. И даже некоторые буксовали там. То Мидея деликатно отказался от этой затеи. Даже большие колеса не позволили ему забраться на поверхность. Просто не захотел. Не получается. Влажная уборка прошла одновременно с подметанием пыли. Сюрпризов не было. И что могу вам сказать, ребят, в итоге. Пылесос просто вот нормальный. С работающим приложением. С русской озвучкой. С возможностью построения карты. Деление и объединение. Установка виртуальных стен. Графика в уборке. И так далее. На распродаже ценник был 250-280 долларов. Вот это вот отлично. Продавцы часто завышают цену. Ставят почти в два раза дороже. Поэтому не переплачивайте. Не покупайте его больше, чем 300 баксов. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. А если нужен этот пылесос прямо уже сейчас, с хорошей скидкой после обзора, жду вас в нашем инстаграм-магазине BillStore.ua. Не прощаюсь. Увидимся скоро.